То, что в доме главнее всего погоды, Евгений теперь знает точно. Из-за дырявой крыши в ее квартире на пятом этаже постоянно идут дожди. Страдают зал, спальня и ванная комната, а также потолок в подъезде. Причем вода течет по стенам не только во время дождей, но и зимой из-за скопившегося снега. Из-за постоянной влаги образовался грибок. Запах сырости в комнатах, обои покрываются желтыми узорами. В таких условиях семья Сливкиных живет пять лет. Плесень, грибок, да. Все, вон, отстает. Это вот еще сейчас не капает, а это прям капало. Я пошла, говорю, ну вот люстра, когда это, говорю, замкнет же. Не включайте свет просто. Я не могу же пять лет без света жить. 55-й дом по улице Зеленой был построен почти полвека назад. В управляющей компании подтвердили. Капитальный ремонт действительно требуется. Но они якобы не сидят сложа руки. В 2017 году управляющая компания сделала частичный ремонт. Но это не спасло ситуацию. Капель в квартире Сливкиных продолжается. Все мокрое. Да, приходили, в общем, соседка снизу сказала, что, ну, дошло до нее. Ну, я говорю, ну, идите тоже жалуйтесь. Она говорит, ну, ты, говорит, это, скажи им. Я говорю, ну, что, пять лет уже, говорю. Вот такая вот. Это вот я второй раз уже клеила обои. Управляющая компания оправдывается. Причина – резкие перепады температуры, которые влияют на материал. Сегодня здание нуждается в срочной помощи. Однако в фонде модернизации ЖКХ поясняют. На основании данных управляющей компании о техническом состоянии дома муниципалитет запланировал капитальный ремонт кровли этой многоэтажки только на 2033 год. Будем выходить на собрание с жителем по изменению тарифа на текущий ремонт. Так как тех средств тариф не менялся с 2013 года, 1468 на содержание мест общего пользования этих денег, соответственно, не хватает. И такой дом на улице Зеленый с прохудившейся крышей не один. Такая же проблема и в соседнем 77-м доме. Больше месяца местные жители пытаются добиться, чтобы им залатали крышу. В администрации Новотроцка пока комментировать ситуацию отказываются. Известно, что по плану капитальный ремонт запланирован в этом доме в 2034 году. Для Артемир Булатова, Екатерина Степанюк, Виктор Литовский и Илья Логачев. Новости дня.